Итак, как мы уже вам рассказывали, товарищи председатель Еврокомиссии Урсула фандерляйн заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях. Пока, кстати, немецкие фермеры уже заявили, кто-нибудь, пожалуйста, позовите Олафа Шольца. Он на прошлом допросе тоже был крайне дерзким, что хлеб в Германии может стоить в ближайшем будущем порядка 10 евро. Помимо того, что австрийский энергетический гигант ОМВ объявил, что ограничивает спотовые продажи солярки для отопления и дизельного топлива до дальнейшего уведомления, как сообщает Буумберг, и плюс бонусом Шелл приостанавливает продажи премиального бензина в Гамбурге на несколько дней. Согласитесь, у Европы сейчас только что не самая мощная переговорная позиция, типа будем ходить пешком и есть пироженные, но не дадим этому вашему Путину повода думать, что мы сдаемся. Однако, как говорится, желание клиента, так сказать, закон, правильно? И на этом фоне мы рассмотрим давайте еще пару новостей, чтобы было гораздо больше понимания, как весело все стало в Европе, при том, что из ответных санкций Кремля пока-то было лишь закрытое небо над Россией, что сейчас разоряет европеревозчиков. И вот разговор о переходе к оплате за рубли газовых контрактов. Причем даже не всех, тот же Novotec продолжает работать как хочет. А единый как никогда прежде Запад забурлил, что твой Везувий и выдал страшно. Сейчас вот обязательно за что-нибудь держитесь хуже проблем за последний месяц вам не обещали. Но сначала важная информация, буквально несколько секунд, вашего внимания не переключайтесь. Друзья, в связи с отменой монетизации на ютюбе, продолжение нашего проекта возможно только с вашей помощью. Те пять минут, которые вы смотрите дважды в день, это работа автора, монтажера, редактора. Мы просим вашей поддержки и помощи. Пожалуйста, поддержите нас, даже 50 рублей, это весомый вклад. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Мы надеемся на вас. Заранее спасибо. Вместе победим. Итак, барабанная дробь. Наберите воздуха в грудь. Никогда еще Москву так не пугали за все время санкционных перипетий. Швейцарский производитель сантехники Гиберит приостанавливает работу в России. Не будет больше этим недостойным русским легендарных швейцарских унитазов. И для справки, полная цитата по новостным каналам. Совет директоров Гиберит принял решение немедленно приостановить всю деловую активность в России. Заработная плата 70 прописью 70 сотрудникам российской компании, обеспечивающей продажи, по-прежнему будет выплачиваться. И при этом же, что тоже важно, вторая новость просто радует. Чиновники ЕС подозревают, что Китай готов помочь России обойти санкции путем поставок полупроводников и прочих технических компонентов, пишет Bloomberg. Западные бюрократы намерены помешать чрезмерному сближению Москвы и Пекина, однако пока не смогли договориться о том, как предотвратить такую политику в жизнь. Ну, прелесть же. Ребята совсем расслабились и теперь, как дети малые, только кричат, угрожают, пускают пузыри, размахивают хилыми лапками. Потому что ладно там унитазы, когда-то и американский Форд после 2014 года громко уходил с российского рынка легковых автомобилей, потому что и без того проиграл конкурентам свою нишу. Вы вот давно в пробке легковой Форд Фокус, например, видели. Но если вы не можете внутри себя договориться, как кого наказывать, куда вы лезете, друзья, при этом сразу и на русского медведя, и на китайского дракона. Разве не ясно, чем это закончится, так или иначе? И вот уже Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило о последствиях отказа от нефти и газа из России. Это повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, причем даже если ЕС привожит все усилия, найдет других поставщиков и перейдет на зеленую энергетику, то сможет заместить, возможно, 80% российских поставок, а на деле еще меньше. Кроме того, если импортеры откажутся расплачиваться за газ Российской Федерации в рублях, вдобавок к энергетическому и логистическому кризисам может возникнуть кризис неплатежей, что в результате цепной реакции обернется серией банкротств на мировом уровне, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Но так как ребята в Еврокомиссии, похоже, легких путей не ищут, скоро смотрите во всех тарелках Евросоюза, зимой во всех домах Евросоюза и так далее новый сезон принуждения Европы к миру. И это точно не конец истории.